Во! Картинка пошла. Саша с Машей сходил специально к своему напарнику на огород. Пробежался. Народи нет. Специально сходил, чтобы вы посмотрели польские грабли. Мы работаем вместе. Иногда он мои грабли цепляет, иногда я его. Он гребет, я иду сразу за ним и сразу подбираю. Стараемся, чтобы сено в поле не лежало, а сразу собиралось в рулоны. Такой момент. Чтобы задуматься о волковых граблях, вам нужно договориться с прессом. С хозяином пресса. Если хозяин пресса нормальный, есть в голове масло, он на это дело согласится, чтобы вам скрутить. Потому что, когда работаешь летом, доходов очень мало. Нужны расходы на солярку, на нитки и тому подобное. Собрать сено в рулоны недолго, лишь бы был волокон. Я, значит, беру по 250 рублей за рулон. Другие, значит, с российскими прессами берут подешевле, по 200 рублей. Но у вас другой регион, другие расценки. Ну, короче, значит, о граблях. Вот, сейчас покажу. Шапку на голодину и будет видно. Так, смотрим. Крепление на трактор совсем другое. Значит, угол собирания сена здесь не регулируется. Есть другие варианты, другие производители. Эти грабли уже переваривались, значит, несколько раз делались по-другому. Но они чисто так, для того, чтобы приехать, сгрести и уехать домой. Здесь видно, что краска родная вот эта вот. А это уже, значит, уже сами, ну, мы тут переделывали, делали трубу нашу российскую, такую прочную. Гнули ее, наваривали. Ну, в чем отличаются? То же самое, вроде бы, пять колес. Но, значит, здесь есть ограничитель, для того, чтобы грабли не сильно опускались на землю. Грабли сами по себе легкие. Легче, чем турецкие и других производителей. Вот посмотрите, значит, по спицам. Вот турецкая спица, значит, она же итальянская спица. А вот наша российская крючковая, она меньше по размеру. А вот польская спица. Она двойная, но гребет очень хорошо. Если обломилась, то нужно ее, значит, не знаю, в вашем регионе должны быть, тоже нужно менять. Сам не сделаешь, здесь не просто сталь, а такая вот сталь, которая, значит, легированная, хорошо закаленная. Сейчас мы посмотрим по размеру, я померяю размер вот этих колес. Если, так, вот тут вообще еще меньше, 120. Если на наших размер 130, на турецких 150, то вот эти вот 120. Но гребут они очень хорошо, прям вообще ничего не оставляет. Как когда наши российские грабли, ну, процентов 20 остается в поле. У российских. Сейчас мы ведем речь только о граблях односторонних. По поводу двухсторонних, значит, будет совсем другой разговор. Для вас, если будет возможно, предложат импортные грабли с четырьмя колесами двухсторонние, которые гребут, делают волок. Даже не смотрите на них и не думайте покупать, это ерунда из ерунды. Лучше грабли односторонние, потому что можно как сгрести, осталось в волке, бог с ним пусть лежит. Прошел там день-два, не приехал пресс, вдруг прошел дождь, все, волок мокрый, ничего страшного. Эти грабли не пойдут, но ими можно просто перевернуть. А турецкими граблями меняешь угол, угол, значит, сгребания и они переходят, значит, на функцию ворошения. Обратно, получается, раскидываешь сено, высыхает, проходит два часа, обратно его сгребаешь и готовый волок. Но нужно вам договориться с хозяевом пресса, потому что не каждый может согласиться. Он вам накатает рулонах, а если вы у него покупали, он скажет, ну зачем я буду катать, я потом потеряю клиента. Конечно, тут нужно подумать. Посмотрим грабли со всех радиусов. Другая конструкция. Колеса все нормальные, ровные. Ладно, дальше остальное я запишу вам в комментариях.